Доброго вечера. Здрасте. Как поживаете? Все путем, а вы откуда? С Пятигорска, это Северный Кавказ. Понятно, я с Киева, Украина. Чудесно, о чем рассказываете у вас, смотрю, я так понял, есть своя программа? Программы нету, только интересные вопросы. У вас? Да. Ой, задайте, это даже интересно. Да, скажите, почему постоянно Россия лезет во внутренние дела Украины? Она лезет? Я просто не в курсе. Да, вот знаете, еще в 1992 году была попытка создать Новороссийскую республіку. Также были поезда дружбы, так называемые, короче, кримские сепаратисты. В 1992 году сразу же. В февраль 1992 Украина и Россия делят Черноморский флот в Крыму. На полуострове активизировалось РДК – Республиканское движение Крыма. Его лидер Юрий Мешков инициирует проведение референдума об отсоединении Крыма от Украины. Вот. Разные митинги организовались как раз таки пророссийскими или чисто российскими какими-то политологами, политиками и так дальше. Множество, да. Тот же есть такой человек интересный Эдуард Владимирович Коваленко. Это пророссийский коллаборант, который вступил сначала в украинскую национальную ассаблею, ассаблею. Вот. И раскачивал изнутри, когда были выборы там Ющенко, да, Ющенко, ну короче, а выборы 2004 года, когда вот как раз таки революция. 2004 года он раскачивал ситуацию тем, что проводил там, ну короче, там доказано, что он российский, значит, ставленник. Вот. Проводил, специально раскачивал, значит, нацистские всякие марши. Вот. Полностью, значит, все вот эти агитационные там, ну, как вам сказать, плакаты всякие и так дальше. Вот эти в фотошопе сделаны и так дальше. Все это показывалось российскими политологами по украинскому там телевидению и так дальше. Это Тимофей Сергейцев, если знаете такого, он вообще удивительную вещь сделал. Он поделил всех украинцев на три сорта. Ну как он, да, он типа сделал вот такие, типа баннеры, что вот там, что вот такое, что вот там украинцы, там этот Ющенко и его коллеги поделили украинцев на три сорта. Типа первый сорт это запад Украины, второй сорт центр и третий это восток. Это все их рук дело. То есть российских политологов, коллаборантов и так дальше. Это все финансировалось со стороны России. Вот. Почему это так? Почему постоянно Россия лезет во внутренние дела Украины? А бог его знает, я в этом не участвовал. Я вообще впервые об этой проблеме слышу. Да, это серьезная проблема. Российская пропаганда начала внедряться в украинские... Мне бы ваши трудности. У меня вот больше беспокоит, откуда берется пыль и куда деваются деньги. Вот на мой взгляд, эти два вопроса, они гораздо важнее. Но вот на ваш вопрос я, боюсь, ответить не смогу. Так вот это же, как раз, зацепляет про деньги вопрос, что вот эти деньги, куда они идут, имея в виду ваши деньги, в то, чтобы расшатывать ситуацию в Украине. Вот куда идут ваши деньги. Если не расшатывать, то уже полностью стирать с лица земли. Наташа. Слушайте, как хорошо, что я не на Украине живу. А и вы переселяйтесь сюда, здесь безопаснее. В России украинцев не трогают. В Украине, правильно говорите. Ну это, может, на вашем языке так, на нашем, на российском, на русском, говорят «на». То, что говорят, это не значит, что правильно. Ваш институт имени Виноградова как раз таки был запрос, был запрос, как правильно говорить. В России. Вот. И там подтвердили, подтвердили, значит, вот я цитирую, значит, по мнению Института русского языка имени Виноградова, в современном русском языке существует традиционная литературная норма с предлогом «на». И относительно новая, водимая в соображенной политкорректности по просьбе Украины с приемом в... Я зрозумею, это зрада. Они брешут. Даже сам Путин говорил в Украине. Ну, он имеет право. Каждый человек имеет право так говорить. Правильно. И я имею право говорить в Украине. И я имею право говорить... 150 миллионов россиян говорят на Украине. В этом нет ничего оскорбительного. Это нормально. Но я вам говорю, текайте. Текайте до России. Здесь украинцам ничего не угрожает. Вот я украинец, меня никто не обижает. Поэтому текайте сюда, я вам помогу ускорбить. Какой украинец? Этнический. Этнический. Слушайте, вы знаете хоть что-то с украинского? А как же не знать? Це ж Соловьина Бога. Путь сверенок ще таки. Знаете, в украинском языке слов вдвое больше, чем в российском, чем в русском. Ну, хоть свинтер знаете. Я вас больше скажу. Вот есть такая песня. Парасолька. Днепро. Росыть берег твой. Ну, парасолька. Это французское слово. Французское слово. А свинтер француз? Заимствованное и обозначающее зонтик. Пара и сол. А свинтер это французское свинтер? Я, честно говоря, этимологию сейчас всех предложенных слов не изучу. Я знаю, что фарба – это немецкое слово. Да, парасолька французская. А кволы еще все-таки? Кволы. Ну, це с нашего сужика, це наше слово. Що оно означает «кволы»? Ну, такой вот какой-то вот вялый, хилый, як хворый. Так вот скажите, почему слово «кволы» было еще на граффити Софии Киевской еще во времена Руси тысячу лет назад написано? Слушайте, вообще эти вопросы просто меркнут на фоне вопросов про пыли, про динь. Видите, вот такой вы украинец, слабенький. Не знаете ни истории, ни... Я сведомый украинец. Як умруто поховайте мене на могиле, серед степы широкого на вкраине, милый. На, на. Отже, запомните, можно и в, и на. И Тарас Григорьевич Шевченко писал «на». Так что это не зазорно, это можно, в этом нет ничего обидного. И хай цветы Украина, и украинцы, все будут добры. Известно, знаете, что, всем известно, что даже у Пушкина из Полтавы пишется «и перенес войну в Украину». У Гоголя пишется... Вот как поэт захочет, так оно и будет. Это все нормально. У Гоголя пишется «поэтку нет в Украине», у Толстого тоже пишется «я в Украине». То есть нам сейчас Зеленский будет рассказывать, как нам говорить на родном русском языке. Это не родной русский язык. А пускай он едет в свой Израиль, и палестинцам рассказывает, как правильно пишется слово «цахал». Нет, понимаете, тут смысл в том, что по-русски, да, если вы говорите за какую-то землю, вы говорите «на». А если вы говорите за государство, то говорите «вы». И таким образом, таким образом можем спокойно. Это вообще не проблема. Когда вы говорите за Украину, как за территорию, тогда вы говорите, ну, то есть вы не признаете ее границы. Это прямая, как раз таки прямая, прямая претензия на то, что вы не признаете Украину как государство. Я украинец, это моя страна. Никакого отношения к Украине не имеете. И я хочу жить на Украине, на свободной Украине, где мне будет разрешено говорить на любом языке и с теми предлогами, какими я захочу. Я надеюсь, что это будет. Так вы на цвинтарь уже сходили? Вы на цвинтарь уже ходили до своих районных? Куда? На цвинтарь ходили до своих районных? Я не знаю все эти гуцульские и рагульские словечки. Ну, что ж ты так обиделся сразу? Я не обиделся, друг. Украинец. Я украинец. Я больше, чем ты украинец. Покажи мне паспорт. Вам есть польская кровь, украинская. Зачем мне показывать паспорт? Не можешь показать. Я советский человек. Я советский украинец. Вот, ты советский человек. Никакого отношения к Украине ты не имеешь. Ну да, это ты не имеешь. Я был украинцем, когда ты еще мутной каплей на пи***е у папаши висел. Ты понимаешь? Ой, смотри, смотри, как обиделась. Как завещала. Так, слушай. Как раз таки, за то, что ты говоришь, как правильно говорить в Украине или на, я тебе еще один аргумент наведу. Нет, я не говорю, что я так говорю и имею на это право. Это ты говоришь. Да, сколько угодно, мне плевать абсолютно. Твое мнение ничего не имеет значения, потому что ты берешь. Так вот, акты, относящиеся к истории Южной и Западной России, собранной изданной археологической комиссии, за 17 век, царские грамоты к Мефодию, епископу Мстиславскому, Лазарю Барановичу, епископу Черниговскому, 1667-1680 год. На странице 36-37 мы читаем следующее. Это 17 век. Твой родной язык. А ныне в Украине от Брюховецкого нового отступника шатосные люди самовольно в плен бусурманам в темноте агарянски придаются. Дальше. Позвали в Украину бусурман, а наши обоих великих государь, многие арати идут в Украину. Собственно, вот это псевдо-украинец-недоблогер пытается как-то манипулировать, задевать тему денег, еще что-то. Я знаю, что он хочет, к чему он хочет в результате прийти. Но у него не получается, потому что мы его пресекаем сразу же. На каждом его вбросе мы можем его пересечь. Поэтому вот видите, как интересно, что постоянно вот эти конторские и так дальше постоянно пытаются лезть в наши дела. Как с 1991 года из создания Украины, так и сейчас. Они постоянно лезут в наши дела. Они пытаются разжигать между нами рознь, делать какую-то ненависть, делить на сорты то, что он сказал. Гуцульщина твоя, еще что-то. Мол, отделяет каких-то западной Украины. И восточный. Вот это деление, оно постоянно происходит. Постоянно. Поэтому вот я рекомендую всем украинцам быть осторожными на каждом шагу, в каждой соцсети, в каждом этом. И хочу еще одну важную вещь сказать, что недавно вот даже создали свои, значит, вот эти российские блогари, признали, значит, поражение от нас, да, от наших контр-атак на информационном поле рулетки. И создали свою рулетку, которую, к сожалению, поддерживают некоторые украинские блогеры, которые там сидят и пытаются хайпиться на этом. Так вот, не нужно туда заходить в принципе, никуда, никак, ни при каких обстоятельствах, потому что она считывает ваши данные. То есть, если этому блогеру плевать на то, что считает или нет, или не считает, потому что у него стоят какие-то заглушки, то вот обычному украинцу будет очень печально, когда будут сливаться номера, вследствие этих номеров будут карточки, доступ к карточкам, и будут проблем много. Потому что, когда кто-то заходит на их рулетку, которую я озвучивать не буду, чтобы не рекламировать, он автоматически сливает все свои данные вот этим конторским, ФСБ и так далее. И все, кто поддерживает наши украинские блогеры таким образом эту рулетку, пытаясь хайпиться на этом, это просто позор высшего пилотажа, чистая ганьба, чистая зарада, что кажется. Это просто тотальный бред, когда полтора года войны, а люди до сих пор не научились не користоваться российским лайном. Я даже за музыку не скажу, не скажу за видео, за российский ютуб, я скажу за прямую рулетку, которая считает ваши данные. Это просто полная чепуха, полная несенитность, это полный бред, полная ганьба максимальная, это просто минус. И если вы знаете таких блогеров, вы постоянно повинні писать им, каждый раз нагадывать, что они таким чином представляют всех украинцев, которые подивляться на это и скажут, сейчас пойду в рулеточку, а в какую рулеточку зайти, подивлюсь, я в какой блогер сидит, а блогер сидит в оцом дерьме, и он заходит, это дерьмо, и с катертю дорожка. Вот так это працюет. И писать там в чате, как-то ее назвать не треба, в принципе, потому что я не рекламую, это дерьмо, на вміну від деяких моих коллег. Так ось, какие рулетки використовувати? Ось, будь ласка, ОМТВ, там четверлетка, звичайно, там, да, от такие, что давно они уже есть, это безопасно, спокойно собі вы можете их юзать, у вас ничего не сделает. Все иншее, да, все иншее, что это новое появляется, не юзайте, не заходьте, потому что это будут в будущем ваши проблемы. Вот и все. Сподобалось видео? Тогда не забывай подписаться на мой YouTube, Telegram, Instagram, а также за возможность поддерживать меня на Patreon или за реквизитами, что находятся в описании под видео. Спасибо.